Добрый день! Меня зовут Виталий Арнаутов. Приветствую вас на канале Строй и Живи! После того, когда мы поставили стены, собрали крышу и сделали наружную отделку, мы можем предоступать к утеплению дома. Ввиду того, что когда мы принимали решение, по какой технологии делать черновой пол и ветрозащитную мембрану снизу, мы выбрали самый качественный способ, то есть когда защитная сетка от грызунов монтируется под перекрытие. То есть сразу после того, как мы сделали обвязку винтовых свай, мы на черепной брусок смонтировали черновой пол, по нему расстелили сетку от грызунов с выпуском под перекрытие и уже на нем сверху собирали перекрытие. Соответственно, ветровлагозащиту, ту, которая снизу, мы тоже тогда еще смонтировали. И какое-то время она простояла под осадками, без защиты, без наружной отделки. Здесь образовалась какая-то влага и грязь. Влага высохла, грязь необходимо пропылесосить и всю удалить. Для того, чтобы все было чисто, используем вот такой вот пылесос. Монтаж утеплителя производится следующим образом. Если мы все сделали правильно, то расстояние между стойками, между большинством стойк, 590 миллиметров. Кроме тех, которые у нас в районе оконных проемов и углов, они будут уже. Ширина утеплителя 600 миллиметров, длина его 1000 миллиметров. То есть, у нас, если мы утеплитель 600 миллиметров вкладываем в проем 590 миллиметров, вот этот сантиметр как раз обеспечивает такое вот красивое плотное прилегание. И он сам никуда не выпадает. То есть, это мы спокойно его монтируем. То есть, только с потолка он назад будет падать. Со стен никуда он не денется. Ну, с пола, естественно. Подрезать его в основном приходится только по длине. То есть, по ширине это уже меньший объем подрезок в углах и там, где у нас всякие оконные и дверные проемы. Значит, по поводу стыков утеплителя. То есть, когда мы складываем, у нас в любом случае будет стык. Стык необходимо располагать таким образом. У нас с вами два слоя утеплителя. В нашем случае стена 150 миллиметров. У нас 50 миллиметров утеплителя плюс 100. То есть, стыки надо располагать таким образом, чтобы они у нас не совпадали. То есть, вот наш утеплитель 50, а вот его стык стоит. Вот наш утеплитель 100 миллиметров. А его стыки не совпадают. для этого можно один ряд начинать снизу укладывать в разбеж ну а второй сверху и тогда разбежка сама собой будет у вас получаться но этот вопрос надо контролировать то есть также надо контролировать вопрос что все везде плотненько красивенько без каких-либо зазоров но а если проверяете за строителями то бывает еще появляются такие затычки в угол натолкали ничего такого быть не должно еще такой момент при утеплении не надо экономить надо покупать специальный такой нож он стоит копейки достаточно быстро тупится и надо покупать следующий тогда у вас все стыки утеплителя будут такие же красивые ровные как у нас а если пытаться либо непредназначенным для этого инструментом сделать либо старым тупым ножом то будут обязательно зазоры в стыках и утепление будет менее качестве когда мы закладываем утеплитель на потолок он будет на нас выпадать то есть ему вот этого трения бокового не хватит чтобы держаться на потолке поэтому чтобы его временно закрепить удержать то время пока мы не смонтировали пароизоляцию удобно использовать веревку и степлер с помощью нее вот такими временными прихватками его грубо говоря придерживать вот и потом эту веревку с этими скобами там и оставлять то есть потом прям поверх них монтируется пароизоляция друзья сейчас вы сможете этот ролик на нашем youtube канале а по завершении этого просмотра вы можете перейти на наш рутуб канал и посмотреть не менее полезный ролик но совсем уже другой ультрафиолет разрушает материал мембрана пенопласты пены монтажные видели да вот примерно то же самое это глазом не видно но это будет видно спустя там полгода видео на рутубе мы выпустили в тот же момент что и это видео которое вы смотрите сейчас на youtube и у вас есть эксклюзивная возможность его посмотреть и получить пользу от него переходите по ссылке в описании на нашу рутуб канала не забудьте конечно подписаться после того как мы сделали утепление у нас наступает один из самых ответственных этапов несмотря на кажущуюся простоту а важность пленки в каркасном доме сложно преувеличить поэтому когда мы монтируем пароизоляцию то есть пленку которая находится внутри внутри дома и не позволяет влаге уходить в стены к ее монтажу надо подойти максимально ответственно пароизоляция сложенном виде имеет высоту метр десять когда мы разворачиваем здесь мы видим что она двухслойная плюс ко всему сделаны специальные загибы дальше покажем для чего они нужны так вот монтировать пароизоляцию будем изначально на стены отмеряем длину стены и отрезаем необходимое количество пароизоляции от рулона мы отрезали пароизоляции такое количество чтобы нам хватило вот только на эту стену в вашем случае вы можете отрезать любую длину чтобы хватило допустим сразу на весь периметр вашего дома в рулоне 45 метров большом маленьком рулоне 25 метров если у вас дом 45 метров пожалуйста закрывайте все стены сразу и у вас будет не будет стыках на углах мы делаем стык для удобства теперь мы раскрываем пароизоляцию отгибаем этот загиб первый этот загиб нам необходимо смонтировать в угол стены где соединяется чердачное перекрытие со стеной вот так должно у вас получиться угол сгиба упираем в угол соединения стены и перекрытия а сам сгиб раскрываем на чердачное перекрытие сгиб у нас 20 сантиметров этого вполне достаточно для перехлестка для перехлёста стыков пароизоляции потолок подойдет сюда и как раз будет перекрыть 20 сантиметров то есть чем удобно работать с этой пароизоляции вам не нужно контролировать рулеткой этот перекрест постоянно просто упираете угол в угол и у вас везде будет все сделано под память по технологии если через внутреннюю отделку в стену пройдет достаточное количество пара то влага там сможет собраться ну во первых утеплитель потеряет свои свойства и дом перестанет так хорошо держать тепло а самое страшное что промокнут доски из которых состоит каркас и начнется процесс загнивания допускать этого нельзя и надо внимательно подойти ко всем мелочам если мы все сделали правильно то там где у нас находятся внутренние стены и перегородки мы за ними оставили закладные элементы поэтому наша задача когда мы монтируем пароизоляцию просто завести ее под наши закладные и проклеить скотчем скотч используем качественный зеленый для внутренних помещений всем привет на самом деле это у нас старый достаточно объект завалялся материал выпуская напоминаю что у нас новый свой скотч клейкая лента самоклеящая которая служит для соединения пленок различных и мембран и пароизоляции поэтому мы на том объекте использовали по нашей старинке красный зеленый а сейчас наш синий купить его можно во всех marketplace ах нашей страны внимательно все проходим крепим на скобки и проклеиваем полотна пароизоляции между собой скотчем пароизоляция монтируется с помощью степлера на скобки к стенам там где у нас получаются стыки обеспечивается нахлёст и проклеивается скотчем скотч у нас сейчас красный потому что мы находимся во влажном помещении там где у нас окна дверные проемы и влажные помещения если скотч этой фирмы идет красный в остальных помещениях зеленый дальше у нас интересно парилка в парной из-за высоких температур нельзя применять обычную пароизоляцию из пленки поэтому используется специальная пароизоляция из фольги ну на каком-то тоже основании но основание такое типа картона то есть она не расплавится от высоких температур монтируются также на скобки проклеивается скотчем но уже не таким а из фольги то есть вот просто таким вот скотчем из фольги достаточно прочным на внутренние перегородки то есть те перегородки которые со всех сторон находится внутри помещения нашего а можно монтировать самую простую то есть самую доступную по цене ветровлагозащиту в принципе то же самое что мы монтировали снаружи дома только самой низкой ценовой категории можно выбирать и монтировать на внутренней перегородке потому что пар через эту стенку двигаться все равно не будет его ничего не заставляет двигаться если там какая-то влага есть она спокойно выйдет в принципе можно даже крафт бумагу использовать для этой задачи то есть в основном ее монтируют чтобы она не пылила ну утеплитель не пылил через ну какую внутреннюю отделку которая пропускает через себя пылинки да там например какой-нибудь блокхаус да если внутри деревом отделывать то между досточек может как-то просочиться пыль от утеплителя чтобы этого не происходило надо что-то смонтировать отлично подходит ветровлагозащита монтировать пароизоляцию категорически не рекомендуется потому что если стене осталась какая-то остаточная влага после строительства доска недосушенная утеплитель как-то влага попала он очень долго отдает эту влагу если он где-то лежал там строители не не стали но пустили вход этот утеплитель то потом эта влага никак не сможет выйти через эти пленки мы просто закроем там закупорим а но есть исключение то есть в нашем случае мы же строим баню поэтому вот давайте посмотрим на ту перегородку если у нас с одной стороны перегородки обычное помещение а с другой стороны перегородки влажное помещение тогда со стороны влажного помещения монтируется пароизоляция а ветрозащита монтируется уже с нашей стороны для того чтобы влага которая под давлением идет из влажного помещения даже если зашла в стену ну во надо воспрепятствовать чтобы она не зашла в эту стену но даже если она зашла она должна выйти из стены чтобы не произошло никакого там загнивания наших строительных конструкций вот так вот выглядит дом с готовым утеплением и пароизоляцией с вами был виталий компания строй живи до новых встреч